Уважаемые друзья, здравствуйте! Сейчас мы вам расскажем о культуре лук-порей. Лук-порей очень широко распространен в странах Западной Европы и Америки. Эту культуру практически там используют круглый год. В последние годы у россиян также стала пользоваться популярностью эта культура. Есть разные сорта лука-порея с короткой ножкой около 15 см и длинной ножкой отбеленной части около 30 см. Но культура эта очень позднеспелая. Легитационный период составляет в зависимости от сорта от 150 до 250 суток. Поэтому в условиях средней полосы России, конечно, его можно выращивать только рассадным способом. На юге, естественно, можно посевом в грунт. Взрослые растения уже можно даже оставлять на огороде в зимний период и использовать по мере необходимости. Лук-порей по вкусу нежнее и сладче, чем обычный лук репчатый. Его используют в качестве салатов, в качестве гарниров, к различным мясным и рыбным блюдам. Лук-порей также замораживают и консервируют. В средней полосе России их можно выращивать только рассадой. Сроки посева семян лука-порея – это в начале марта. Семена лучше сеять в кассеты размером 4-5 сантиметров, глубиной также около 5 сантиметров. Семена лука-порея очень похожи на лука-чернушку, но чуть-чуть меньше по размеру. Схожесть в этой культуре довольно высокая, на уровне 90%. Почва для посева – это обычная стандартная почва для посева для любой овощной культуры. Это верховой торф, перемешанный с перлитом. Грунт должен быть влагоемкой, рыхлой, питательной, с нейтральной реакцией. Можно сеять на глубину около 1-1,5 сантиметра. Этого вполне достаточно. Перед посевом можно почву увлажнять, можно после посева обильно полить. Тут разницы никакой нет. И в каждой лунке мы сеем. Если вы не уверены в схожести семян очень высокой под одной семечки, если вы не уверены в качестве семян, тогда лучше посеять под две семечки. И тогда после появления всходов второе растение или можно удалить, или даже кассету можно сеять таким образом на расстоянии, чтобы можно было использовать в дальнейшем каждое растение. Дело в том, что здесь они будут расти в течение около двух месяцев. Ну, лук-порей довольно медленно растет. И ко времени высадки рассады, это конец апреля-начале мая, каждая рассада будет иметь 3-4 пера высотой сантиметров около 15-18 сантиметров. Довольно хорошей корневой системой. При посадке таких сеянцев в грунт их лучше углублять на пару сантиметров, чем они растут в кассете. После посева семян мы их поливаем обильно. и плотненько укрываем пленкой для создания парникового эффекта. И ставим на место, где кассета будет находиться в течение продолжительного времени. Температура для оптимального прорастания семян лука-порея 20-25 градусов. После того, как появляются всходы, дневную температуру мы держим на этом же уровне 20-23 градусов, а ночную температуру снижаем до 18-19 градусов. При такой температуре очень хорошо развивается корневая система растений и к тому же растения не вытягиваются. Как появляются первые всходы, мы пленку снимаем и ставим кассету на освещенное место, чтобы было достаточно света для растений лука. Через 7-8 дней после посева у нас появляются всходы лука-порея и сейчас вот буквально через 20-24 дня после посева сеянцы выглядят таким образом. В этой фазе что необходимо для сеянцев лука-порея? Это умеренный полив, оптимальный режим температуры и освещение. Температуру в этой фазе развития растений необходимо поддержать на уровне 20-22 градусов, это днем, и на уровне 16-18 градусов в ночное время. И таким образом рассада лука-порея будет готова к высадке в конце мая, в начале апреля. В принципе, разницы нет, что мы посеяли в кассеты или мы посеяли в такие вот ящики. Единственное, здесь будет удобно потом эти сеянцы оттуда вытащить и аккуратненько посадить в грунт. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал. Те, кто подписался, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, отправьте ваши комментарии, мы на них будем отвечать. Удачного вам урожая, уважаемые друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!